Ребенок очередной упал в колодец в Чувашии каждый день пачками. В Санкт-Петербурге подросток 15-летний вышел с пятого этажа. То есть количество самоубийц детских и подростков зашкаливает. Житель Красноярска, жительница, заплатил знакомому 80 тысяч рублей, чтобы он зарезал ее детей для того, чтобы она осталась единственным собственником квартиры. Ну, как это обычно делается? Ну, она, наверное, или пьющая и так далее, слабовольная, обычно таким на уши приседают стукачи полицейские, да? И начинают, давай, мы тебе решим этот вопрос, там, детей твоих зарежем, и так далее. Я говорю, да у меня даже денег нет заплатить, пытаются. А потом, мы их грохнем, у тебя будет квартира, ты ее продашь и 80 тысяч нават дашь. А им самое главное, чтобы она наговорила на диктофон, и что она говорит, вообще даже не важно. Важно, что сам факт и разговор состоялся, и все это прокатывает в суде. Так что это постоянно, как вы видите, идет. Ну, есть и, наверное, и инициативные такие черти, которые сами, да, пытаются каких-то киллеров найти. Так, подростки – это неразделенная любовь. Лесь, вы представляете, сколько подростков в России? Их в десяток раз больше, допустим, подростков от неразделенной любви, в десять раз больше, чем в Европе кончает, да? Почему? Хера знает, да? Может, там так сильно не любят? Нет. Все-таки самоубийство – это вещь социальная, да? Суицид массовый. Можно по одному случаю сказать, он из-за этого, а этот вот из-за того, а те вот из-за чего. Но когда ты смотришь статистику, я вам скажу, это как криминолог, то нужно понимать, где это происходит. Вот в этом государстве. И в этом государстве что-то очень много самоубийств. А что это за государство? Ну, как правило, вот такая путинщина, говно такое страшное, да? То есть, есть нормальное демократическое государство, где есть свои проблемы и самоубийства, и все, и что угодно. Но этого не так много. Там это не зашкаливает. Так. И какой смысл пытаться сохранить такую страну? Вот как ни страна, государство. И в Челябинске с детской горки упал ребенок, 9-летний, на торчащий железный штырь. Жуткая, говорят, травма. Позвоночником прям упал на торчащий штырь. То есть, прошу вас, все вот эти детские площадки осматривайте, сами пробуйте, чтобы там ничего не падало. Футбольные все эти, хоккейные ворота очень опасны. Заборы все эти валятся там в эти горки. Жуть. Качели. Так. Юград. Три года пятый этаж, да, пишет. Трехлетний ребенок с пятого этажа из-за сетки упал. В ТВ один год 10 месяцев. Со второго этажа упал из-за сетки. Оренбург. Один год 3 месяца. Тоже упал из-за сетки. И очередного ребеночка завалило трубами. Помните, на днях завалило бревнами на Пилараме на Дальнем Востоке. А теперь в Самаре трубами завалило. То есть, такие события, они происходят, как правило, волнообразно. То есть, сейчас будет заваливать детей всем подряд. Так что, смотрите внимательно. Вот. Так, в Ростовской области на двух детей рухнул бетонный плит. Один погиб, у другого травмы страшные. Так что, смотрите, это сейчас будет продолжаться. Видите, пошла какая волна. В Екатеринбурге подросток 15-летний покончил с собой. Вышел из окна девочка-подросток в Хантамансийском автономо-острове округе. 15-летний тоже покончил с собой. То есть, детские самоубийства и подростковые просто зашкаливают уже. В московском дворе мужчина напал на школьнице из-за нервного срыва, вызванного переживаниями за находящегося на и своего брата. Представляете, чем с башкой этого мужчины, если у него находящийся на и своего брата вызывает такие переживания, что он на школьниц нападает. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok